Ну чё, подписчик, Сэм! Собственно, у меня прекрасные новости. Наконец-то, Кич и Рончик ушёл непосредственно с молотка. Заходим в АСМС-очки и что мы здесь видим? Что нифига себе, Труфади Широн наконец-то был продан за 11950. На самом деле, это было достаточно долго, но, как говорится, ничего страшного. Главное, что был продан. Вот, на сегодняшний день я ХЗ... Кстати, сколько они стоят? Го, посмотрим. Труфади Широн, он вот так вот называется. Так, и стоит он на сегодняшний день, фиг его знает сколько, а вот, 11750. То есть, по факту, я даже немножечко подороже его продал, чем он был до этого. Это неплохо. И, на самом деле, вот ещё есть за 11650. То есть, даже за эти ценники вот это всё дело не это самое, не выкладывают, короче говоря. Что уже достаточно неплохо. Грубо говоря, он продан чуть-чуть подороже, чем всякие вот эти вот остальные. И это уже очень даже хорошо. На данный момент, что мы имеем? Что в банке у меня 21 практически миллион долларов. А на руках у меня получается 6 миллионов 283 тысячи. Учитывая тот фактор, что мы не очень удачно с Юргеном сходили в Казик, да, к слову, у меня редукс слетел. Обнова была просто, но ничего, я поставлю редукс потом обратно. Может быть, посмотрим. Вот, к слову, мне и такая гиташка нравится, не знаю. Короче говоря, 26 лямов. Практически 27 лямов. Неплохо, да, казалось бы. Но, конечно, хотелось бы побольше. Но, всему, как говорится, своё время. Подписчик, огромное тебе спасибо, что ты в целом меня смотришь, да, следишь за моим развитием, здесь прочее. Максимка, фреш, к слову говоря, после своего дня рождения успел меня перегнать, ибо он В-класс выбил. Ещё в Казике ему очень сильно фортануло. Ну, очень даже хорошо. Ну, я пока что более нищий, чем Максимка, и на эти 26 лямов я даже не смогу купить, там, не знаю, бизнес, да, какой-нибудь. То есть, вот есть амунация девятая, но её, как бы, вот этот вот, ну, вот этот вот, ну, ты видишь, тут типа 47 тысяч, 39, 31, и даже ещё непонятно, какая будет в целом финка, понимаешь. А, не могу особо, собственно говоря, ну, как тебе сказать, ну, короче, всё, очень-очень-очень плохо. А тут, кстати, амуниция за 35 лямов, это круче, нафиг, а нет, типа 100 тысяч, 200 тысяч. Эм, неплохо, неплохо. Ну, короче говоря, да, такие вот дела. Будем смотреть, что будет дальше, пока что нифига не понятно. Конечно, хотелось бы прикольный бизнес, вот, классический автослон, это вообще дичь и говна, вот, тут, кстати, тоже финка не очень, хотя, казалось бы, это же лямесо бульвар Вискуччи, вроде популярное место. Ну, да ладно, только залетаешь на GTA 5 RP, я бы тебя очень сильно попросил F10 нажать, шестерёночку, приглашение, клайнесе ввести, и ты получишь просто очень прекраснейшие бонусы в виде 12,5 тысяч долларов до 5 уровня, 10 дней випочки, конечно же, и, короче говоря, X2 на вот этих вот работах там всяких разных, ну, и на Payday тоже. Все в ответственном. Что я сейчас хочу сделать? Я хочу попытать свою удачу, ибо, ну, у Максимки же получилось, как бы, её и испытать, и очень даже удачно. Соответственно, я сейчас делаю то же самое. Да, я пока без редукса, я решил его пока что не ставить, чтобы чисто глянуть, сравнить по производительности, хотя, на самом деле, в редуксе можно очень много лишака всякого повключать в виде, там, мусора, знаешь, на дорогах, ещё что-то. Вот эти вот мерцания немного непонятные убрать, то есть, вот, я их вижу, я не знаю, видишь ли их ты, как будто бы чуть-чуть имеются. Итак, ну что же, мы в азартом заведении, практически я один без Серга, я без, собственно говоря, Максика, всё такое. Ну, время же ты видишь, он в это время ещё, мне кажется, спит, особенно после его-то дня рождения, то есть, 19 сентября, я записываю видео в Rolex. Поинкси, просто забегаем максимально на вайбичах, на плюс вайбичах, туды-сюды, вот эти вот W сейчас будем делать. Максимальный W, W. Смотри, тип бежит, тип бежит, а новичок вот этот вот, да, вот так вот бежит, 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 бежит. Вот, за ним, за ним, смотри, я ей бегу, джекпот, оп, не сюда, понял, на нахуй, смотри, косарь ему, короче, дал просто, и все, ладно, косарь это, ну, как бы, не так уж и дофига, так, у меня 6 миллионов сейчас на руках, мы покупаем 50 тысяч фишек, потому что хочется купить 50 тысяч, окей, и прямо сейчас я пошел тратить свой дневной лимит, собственно говоря, и у меня все равно будет 20 лямов, типа, привет, перепуки, Перепуки, перечпунки, так, ну, поехали, давай, наверное, начнем просто, ты знаешь, 1, 13, 36, просто это стартовая ставочка, такая будет максимально жесткая, жесткая, ну, и, короче, может быть, что-то из этого получится, может быть, нет, я не знаю, никто этого не знает, абсолютно, так, я сейчас нажал на кнопочку, чтобы не слышать игроков, ты, наверное, их слышишь, а может, я их уже выключил, ведь его знает, но, собственно, атакует повеньки, так, и что же у нас первое падает, Первое у нас падает, это 25 вообще, 25, это дичья немножечко, да, срано, вот, так что, как бы, что называется, такой, но это, кстати, третий сектор ОДД, но красная, а я бы, ну, подожди, третий же, да, это, типа, третий сектор, какой сектор будет сейчас, я, если честно, не знаю, но чисто, знаешь, так, на скидку я бы сейчас поставил 27, просто интересно, получится, не получится, сейчас посмотрим, там, в моменте, это будет W или L, типа, лейм, лох, там, и так далее, это там, ко мне кто-то обращается? Я надеюсь, что нет, вроде как нет, ладно, давай, остается очень мало времени, я ставлю всего лишь по 250, ну, типа, это, ну, очень мало, на самом деле, ну, давай, покажи мне перебиль, пожалуйста, 27, да, да, нет, нет, но это 22 вообще, то есть, это было 20, 22, 24, окей, я все понял, ну, че, давай поиграем с рандомными штучками, дрючками, я буду по косарю ставить, 29, 17, и вот, просто, 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 ну, давай, куда-нибудь, А, я еще, а вот, я еще на 11 поставил, все, все понял, ну, давай посмотрим, че получится из вот этого вот, потому что я считаю, тут нет никаких тактик, хуяктик, все, что здесь есть, это рандом, не больше, не меньше, просто, вот так вот, блин, и все, блин, и так, остается совсем, совсем чуть-чуть до вот этого перекрута, и что же это будет, это 35, 35 я не хотел ставить, но, кстати, тоже на вот этой же линии, можно было поставить, типа, понял, вот, вот сюда вот, вот, Ай, ладно, давай немножечко рискнем, вот эти вот яички, туда-сюда сделаем, там, пэм-пэм, вот эти моменты, и я просто-напросто сделаю, что я сейчас сделаю второй сектор, пусть это будет второй сектор, пусть это будет, допустим, красный, пусть это будет, а я даже не знаю, давай, одну тысячу на, поставим на нолик, на один нолик или на два, давай на один нолик, я поставлю косарь, Просто посмотрим, что из этого может получиться, я надеюсь, что это, ну, вот это вот, короче, зайдет и будет вообще супер, друпплер 10 из 10, и так, что падает? Падает у нас 31, это не то и не другое, даже близко, и мы уже всрали практически полтора миллиона, все, как говорится, понятно, очень интересно, получится ли у меня что-то еще из этого, но 31, это полная дичь, я предлагаю поставить 2 500, мы будем играть по числам, пусть это будет, что это будет? Давай 1.13.36, вот так вот мне хочется сейчас сыграть, не знаю, получится ли из этого что-то или нет, но на самом деле частично может прокнуть, а может быть и не прокнуть, я не знаю, кто-то там орал только что на заднем плане, но ты, скорее всего, этого не слышал, потому что я же догадаюсь выключить это еще и на монтаже, блин, я у себя это выключил, понял звуки, а у тебя, не знаю, это уже не 1.13.36, это у нас что? Это у нас вообще 30, 30 это дичня, это вообще от, от стой полнейший, окей, я все понял, давай поставим 29, давай поставим, допустим, что у нас здесь, а давай нули поставим, с чем, как говорится, черт не шутит, чисто глянуйте, посмотреть, получится из-за того что-то или нет. Нулик зашел, девочки, мальчики, алло, и что, сколько денег, сколько денег, сколько денег, чиназес, ну я считаю, что на этом можно остановиться, 109 тысяч фишек, дамы и господа, я поднял, это великолепно, просто 10 из 10, сколько же сейчас денег у меня непосредственно на ручках, на моих находится, очень даже интересный вопрос, так, 109 тысяч, 750 фишек, мы переводим непосредственно в доллары, и у нас на руках 10 миллионов, 711 миллионов, я извиняюсь, 708 тысяч, 901 доллар, и на банке при всем при этом у нас еще 20 лямов, и это все без дуната, дамы и господа, это просто великолепно, на самом деле я очень рад, что я все-таки решил рискнуть и вот таким вот образом все, короче говоря, сделать. Было бы, конечно, еще более прикольно, еще больше поднять денег, но, увы, я пока что именно вот таким вот образом. Забираем нашу великолепнейшую лайбочку непосредственно из вот этого места, блин, жалко, что я без редукции это все записывал, но в целом, как бы, все равно каташечка, ну, красивая, на максимальных вот этих настройках, графики, туда-сюда. Это чпоинкс вот так вот просто залазим, непосредственно гражданчик, он еще бежит нормально, блин, залезло, блин, вообще куда-то, и мы отсюда уезжаем на максимально жестких кондициях, отсюда срочно, в сторону дома моего великолепного, а, кстати, это, ну, ладно, в целом я и попозже могу его оплатить, ладно, сейчас посмотрим, что есть на 5 фита здесь еще в целом. Так, ну что же, мы подъехали к моему великолепнейшему рыжему домику, вот это вот прекрасно, мне, кстати, очень интересно, есть здесь что-то на продаже, туда-сюда, чисто посмотреть, там, в моменте, так, есть ли почта? Вот я бы еще хотел ролик сделать касаемо вот этого человечка, чтобы вы понимали, этот чел очень лютый меценат, это просто жесть какая-то, то есть Типуля очень-очень сильно меня поддерживал. Слушай, а зачем ролики, если я могу тебе прямо сейчас это, ну, как бы, показать, да? Смотри, какая история, вот есть Эрик Медрана, он подарил мне Килд, вот этот вот, да, Кигуру Медра Коша, и, так, давай, чтобы это самое, я выкинул письмо сразу же, я просто остальные, видишь, повыкидывал тоже, это была очень большая ошибка. Дальше у нас коробки Адидас, он мне подарил брюки, Бриз и вот эту вот рубашку тоже, это все Эрик Медрана, классная покупка Павел, теперь как Андрей на быстрых тачках. Ну, уже нет, у меня сейчас нету вообще никакого автомобиля, и вот, чтобы ты понимал, смотри, мы сейчас каким образом сделаем. Го, я тебе покажу, что у меня, в принципе, есть в инвентаре, вот эти вот штуки, вот эти, это, получается, подписочники мне раздали из этого самого, типа, из пропуска, там, туда-сюда, вот, их я, если что, продавать не буду, естественно, потому что это подгоны от подписчиков. Здесь, как ты видишь, ничего нет, кроме Кигуру Медра Коша, вот, то есть, вот это вот, есть история, вот эту штуку, да, в принципе, это не так важно. Го, зайдем в гаражик и заодно припаркуем машину, я тебе покажу, что у меня, в принципе, есть по шмоточкам и так далее, просто, чтобы ты понимал, что у меня тут за моменты. Итак, смотри, у меня есть два автомобиля, они как шкафы, короче говоря, да, идут, и, соответственно, мы заходим вот сюда и заглядываем в багажник. Что мы здесь имеем? Тут всякие карабины, винтовки и прочее, есть комбинезончик вот этот вот, это мне, по-моему, Серго дарил. Так, что еще? Чтоб ты понимал, практически, мне кажется, все подаренные шмотки, допустим, вот это вот, да, в том числе, это все Эрик Медрана. Вот, я просто, ну, вот реально, я тебе говорю, что это вот, вот так вот оно и было. Слушай, а быть может, такая история есть на этом, на почте? Го, сгоняем до почты, я посмотрю, вполне вероятно, что там как раз-таки сохранилась вот эта вот история писем или что-то в этом промежутке. Для того, чтобы ты, ну, в натуре увидел, чё, как и так далее и тому подобное. Я сразу же оговорюсь, что я не буду продавать подарки подписочников, даже если это будут автомобили, там, я не знаю, любого класса, там, туда-сюда. Но, опять же, если, допустим, у меня будет мало мест, хотя, ну, я имею в виду гаражных, хотя сейчас это не особо возможно, потому что у меня 8 гаражных мест, это мой домик, да, и еще, по-моему, 8 или как минимум 4 гаражных места, это непосредственно этот самый. Скажи мне, я тебе скажу, как он называется-то, блин, квартира называется, вот, как это называется, вот, и, как бы, скорее всего, места там всегда будут, поэтому, если мне кто-то что-то, подгончик какой-то будет делать, то, как бы, ну, я просто буду оставлять эту машину, как на память, там, на туда-сюда, ведь, в конце концов, это очень-очень жестко. Вот, даже вот эту вот машину, как ты видишь, я не продаю, это мой поджопничек, это подарок был от Альтушечки, от Сони, вот, быть может, с Катюхой они весь подрели, сейчас не знаю. Так, ладно, летс гоу, посмотрим, есть ли здесь такая история вот этих писем и так далее. Нифига тут нету, вот, на 5-фита вот этот Гуччи рюкзак и все. Очень, ну, печально, что нету и истории. Короче, Эрик Медрана, спасибо тебе огромное за все твои подгоны. По факту, вот, во что я сейчас одет, ну, вот, кроме изиков, это все мне подогнал Эрик Медрада. Это просто золотой человек, вот, ну, как бы, во всех смыслах. У них там рынок, сколько? Чего он? Кулик, рынок 4? Он что, ебаный? Ладно, короче, что мы сейчас еще с тобой сделаем? У меня, к слову, сейчас есть 30 лямов и как будто в теории, как будто в теории, можно было бы купить Бизак. Бизнеса у меня еще на GTA 5, РП ни разу не было, вообще никогда в жизни просто. И давай мы просто глянем, вот просто одним глазком глянем, я только куда-то поехал в заднем плане. Так, продается ГШа номер 9, 40 обмен, приветствуется, жду предложений. Финка полностью АФК, если заниматься будет еще больше. Я не знаю, как тут чем заниматься и так далее, но, ну, типа 40 тысяч, как будто бы неплохо, казалось бы. Но, опять же, 30 миллионов за амунацию, не знаю, честно, не знаю. Такое ощущение, что, ну, не надо. Автосалон, это, конечно, немножечко дичевая такая история. Максимум, что отсюда можно покупать, это Ребелы, допустим, да, кто-то покупает. Раньше Сент Кинги, но это было 4 года назад. И также, помимо них, еще вот эти вот, кто они называются, самые популярные, которые у меня две. Пикадоры еще, конечно же, тоже покупают. Но, в целом, как будто это все. И Финка очень слабая, как мне кажется, если честно. И, скорее всего, накрученная этим же самым типом. Ну, типа, за сегодня 30 тысяч, за вчера 67 тысяч и так далее. Я думаю, что это, ну, как бы, не очень хорошее, короче, вложение в Бизак. Дальше у нас амунация номер 4. Я ее, вроде бы, сотрел буквально только что. Но, скорее всего, здесь накрученная или что-то в этом промежутке Финка. Но, типа, 300 тысяч, нифига себе. Торк, обмен на Диву с Цаплатой или Спайдер. Вот так вот. То есть, Типуля хочет обменять амуницию, да, которая... Где она, кстати, находится? Маленький Сеул. Я знаю, где это находится. А, в целом, чуть-чуть по почте покажу, если я не забуду. Так, магазин 24 на 7, номер 8. Вот этот вот. И тут, нифига себе, тут уже Финочка поинтереснее. Но, по-моему, нужно заниматься этим магазином максимально жестко. Где он находится? Давай посмотрим. Вот этот вот, короче, магазин. Мне просто интересно. Всего лишь 2 километра. А, ну, это тот самый магазинчик, который вот буквально около моего дома. Не самое популярное место, на самом деле. Но, тем не менее. Но, по крайней мере, ты знаешь, я бы купил этот магазин, чтобы он у меня, ну, типа, просто был как-то. Но, опять же, в ноль все покупать не очень хочется. То есть у меня сейчас 11 лямов, да? 11 лямов. И также у меня на руках еще, ну, примерно 21 миллион. Ну, точнее, в банке. То есть у меня останется 2 ляма. И что я с ними, типа, буду делать? Ничего. Просто-напросто. Ладно. Давай посмотрим, что в целом еще можно прикупить из бизнесов. Ты, к слову, в комментариях тоже можешь, как бы, ну, поучаствовать в дискуссии, что бы я мог купить. Вот барбершоп просто 100 лямов, это реально, вот, полная АФК, просто полная. 140 тысяч в сутки. Это просто... Это такая халява невероятная, что это просто ужас. Ну, за сегодня пока что еще особо ничего не было. Ну, как бы, да. Так. И что же есть в чем? Заправочка номер 11, АФК, финночка. Тут, как бы, тоже не особо понятно. Это, случайно, не та самая? А, это которая справа. 11-я, да? И я же сейчас правильно думаю, сейчас вот она будет с самого права. Нет, с самого права. Она вообще вот здесь. Ну, опять же, не самое, конечно, популярное место, но тем не менее. Все. Я сейчас еще быстренько посмотрю, какие есть бизнесы. Просто, чтобы я знал и так далее. Так. Классический автозалон номер 2. Просто 7 миллионов цена выкупа. Это как вообще? Просто у чела Финка 9 тысяч, и он продает его за 7 миллионов. Ну, да, как бы, такого я себе, блин, конечно, очень сомнительная вот эта вот история. Классический автозалон 1. Опять же, классический автозалон, особенно, который в ебенях, их вообще нет смысла покупать. Не покупайте, я, говорит, Финку, ссорю. Понял, понял. Амуниция третья, конечно же, у нас еще. Ну, слушай, на самом деле, ценники на бизнесы более-менее, может быть, ок, может быть, нет. Не покупайте, я, говорит, Финку, ссорю. Понятно, 160 тысяч, 50 тысяч, 24 тысячи. Что-то как-то слабовато. Походу, тип купил, короче, магаз и как бы это. Все понятно. Да, пока что, конечно, самая прикольная Финка, как будто бы у амунации, да, не у вот этой, а вот там еще одна есть амунация. Вот, и как будто бы можно было бы что-то с ней придумать. Я бы, конечно, хотел 24 на 7, чтобы хуяк там залетел, поменял, короче, вот эту вот историю, чтобы где-то подешевле стоило и все заебись. Вот это 17 магазин, это просто разъеб говна. Это просто, ты посмотри, 190 тысяч, там 105 тысяч, и это просто в сутки. Ты можешь себе это представить? Ну, 95 миллионов. Ладно, напиши в комментариях, какой из этих бизнесов более-менее ок. Быть может, что-то я бы это самое придумал бы, что-то бы сделал бы. Естественно, ну, сомневаюсь, но тем не менее. Еще, ты знаешь, что я бы хотел быстренько глянуть? Вот прямо самое-самое последнее, я бы хотел глянуть, что у нас тут есть, ну, как бы присутствует, да, на авукционе. Вот он этот авукцион, го, посмотрим. На тайкан 25 миллионов, я все понял, до свидания, это дичь. Ну, типа, он стоит гораздо меньше, на самом деле, как мне кажется, чем 25 лямов. Ну, типа, у Макса был тайканчик. Текущая ставка, ну, я не понимаю, откуда такие ценники. То есть, вот смотри, вот здесь вот 300 тысяч долларов, да, сам у тракториста, если что, там что-то сделаешь. А вот здесь 25, и это начальная ставка. Это никому не надо, ну, типа, ну, это бред, реально, ну, что это вообще такое? Нет, спасибо. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь у нас еще имеется, вот эти вот моменты, тьм-тьюм-тьюм-тьюм. Понятно, бизнесов нет. Ах, блядинский. Тут вообще ничего нет, типа, в соседней комнате от бизнесов. Понял, понял. Этаж номер 2, дамы и господа. Сейчас посмотрим, что у нас имеется тут. Тут у нас FF1 Magic какой-то. Что-то там ребята пытаются соревноваться, что-то делать. Один час остался до того, чтобы его забрать. Что это вообще такое? Это типа с ивента, что ли, что-то, или что? Понял, ну, ладно. В целом, меня этот рюкзак не сильно интересует. Не как Ферри Пука, не как еще кого-то. Такой вот у нас еще костюмчик. Очень интересный, наверное, для кого-то. Слышь, гражданин. А ты по этому? Чуть-чуть-чуть-чуть. А ты по перекупству шаришь? Чуть-чуть. А вот ножка идет, смотри. Давай. Вот допустим, вот это вот я заберу за столько, да. Так. На этом, на 5 вид они продаются сейчас, ну, по 350. Это нормально для них цена или какая-то высокая? Сейчас я посмотрю, брат. FF1 Magic, по 1000. Там вот два лежат за 350. Давай посмотрим, что это такое. Там даже ничего. 350 и 450. То есть один у нас это получается с 15-го числа. И вот это вот, короче, история. Так, и тут абсолютно нету ничего с этим самым. Ну, ты в целом как бы меня понял. То есть нету никакой ни статистики, ни прочее. То есть по факту люди сами могут там рынок диктовать и так далее. Вот тут тип гелик продает обычный. Кстати, за 3 700. Угу, понял, понял. Учитывая, что он уходит, ну, кстати, за 4 уходил, за 3 650. Ну, чуть-чуть повыше, короче. Там туда-сюда. Все, собственно говоря, плюс-минус понятно. Слушай, я не знаком, короче, с этим рюкзаком. В том плане, что я его не видел ни в казике у кого-то, ни еще что-то где-то. У них нету никакого, короче, графика. По факту ты можешь ее выкупить, потому что ты это делаешь не через человека. И, ну, попробовать его продать за 220, 250, вот так вот. Ну, выглядит прикольно, слушай. Ну, да, да, да. Подписчики, смотрите, очень забавный визуальный, короче, баг. Вот, вот тут можешь проверить. Что-нибудь прям больше. Смотри, смотри. Сатуля, короче, перекрашиваются в одежду, которая она тебе... Я не знаю, даже во что-нибудь окрасится. Да я сам не понимаю, может, в эти очки, типа, вот эти вот, аиры. А ну-ка, сними. А, в натуре, смотри. Вот так вот, ребята. Великолепие. Брис. Брис. О, у меня теперь... А у меня во что в стул? В обычные очки, скорее всего в твои. А у меня в эту, блядь, в шапку. Нормально, нормально. Брис. Брис. Я хоть, понимаешь, что это баг, но это охуенно выглядит. Да, это очень, это очень прикольно. GTA 5RB, пожалуйста, не надо это исправлять, умоляю. Все, все, спасибо. Блядь. Короче, подписочники. Я надеюсь, с ней ничего сейчас не залагало. Короче, ничего интересного для меня, по крайней мере, здесь нету. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях к самим бизнесов. Может, что-нибудь урвать, взять. Вот, я буду думать, что сделать дальше. Сегодня, благо, я вернул тот самый баланс. Ну, мы же с Артемкой пытались поднять. Мы не подняли, мы слили. Но я сейчас все вернул. И это очень даже хорошо. Даже чуть-чуть побольше получилось. Делай лайкосик, дружище, подписочка. Вот такой вот коротенький ролик. Может, не коротенький получился. Если что, то как бы F10 нажимаешь. Вот сюда переходишь. Затем приглашение. Клайниси вводишь. И получаешь первоначальные прекрасные бонусы. Вот. Ну, и вот этот визуальный, короче, баг со студиями. Он очень забавный на самом деле. Типа, понял. Это бризис, студия. Покупайте подписчики. Блин, жестко. Вот, короче, такие вот дела. Мне надеюсь, что тебе все понравилось. Мы с тобой увидимся уже буквально в следующих видосах. Все. Пока. Я в 9, блин.